Великий русский писатель Иван Александрович Гончаров на страницах своих произведений отражает историческую смену эпох в России XIX века. В знаменитой романной трилогии «Обыкновенная история, обломов и обрыв», он показывает неоднозначный процесс преображения общества. Автор подталкивает читателя к собственным размышлениям об образе нового человека, намекая, что обновления могут нести и духовные потери. В одном из писем Белинский говорит об обыкновенной истории. Повесть Гончарова произвела в Питере фурор, успех неслыханный. Все мнения слились в ее пользу. Известный критик оценивает не только художественный талант Гончарова, называя его продолжателем гоголевских традиций, но и признает произведение общественно значимым. В статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года он пишет. «Прошлый год был особенно богат замечательными романами, повестями и рассказами». По огромному успеху в публике первое место между ними принадлежит, без всякого сомнения, двум романам «Кто виноват» и «Обыкновенная история». Роман «Обыкновенная история» выходит в журнале «Современник» в 1847 году. Его восторженно встречают как читатели, так и критики. Непростые отношения племянника и дяди Адуевых отражают конфликт поколений, противостояние чувств и разума. Каждый из героев старается отстоять свои жизненные принципы, доходя при этом до крайностей. Один восторжен до сумасбродства, другой леден до ожесточения. Гончаров подчеркивает односторонность позиций, убеждая читателей в необходимости гармонии ума и сердца. Это произведение — отклик писателя на исторические события. Автор твердо стоит на прогрессивных позициях, просвещенной буржуазии, и разоблачает несостоятельность дворянско-усадебной культуры. Конец 1840-х годов отмечен новыми творческими замыслами. Сразу после публикации обыкновенной истории писатель приступает к новому роману трилогии «Обломов». В эти годы Гончаров занимается и журналистской деятельностью. Но он невысоко оценивает свою работу в качестве публициста. У меня было перо не публициста, а романиста. В марте 1849-го в литературном сборнике журнала «Современник» публикуют «Сон Обломова», в котором определена ведущая тема — «Обломовщина». Автор поднимает актуальные проблемы 40-х-50-х годов XIX века. Положение дворянства как класса, появление нового типа героя, которому присущи практичность и деловитость. Жизнь русского светского общества, чиновничества, литераторов, методы воспитания, роль женщины и семьи. Сущность изображаемых характеров подчеркивает идейную направленность романа. Окружающие персонажи подталкивают главного героя Обломова к деятельному образу жизни, убеждая отказаться от лени, пустой мечтательности и ограниченности, присущей представителям дворянства того времени. Писатель выносит суровый приговор феодально-крепостническому строю, хотя и с некоторой затаенной грустью, и намекает на неизбежность отмены крепостного права. В 1869 году Гончаров заканчивает работу над романом «Обрыв». Критики неоднозначно относятся к новому произведению. Достаточно нелицеприятные отзывы высказывают Тургенев, Некрасов, Достоевский и другие современники. В обрыве, как и в обыкновенной истории и обломове, писатель рисует жизнь столичного и губернского общества, помещичьих усадеб в преддверии реформ 60-х годов. Центральными являются образы Бориса Райского, Веры, Бабушки и Марка Волохова. Но главное действующее лицо — Райский. Задумывая произведение в 1847 году, автор показывает его героям переходного времени, художникам, который хочет посвятить себя искусству. Первоначальное название произведения — художник. Борис, потомственный дворянин, человек эпохи 40-х годов, представитель прогрессивно настроенной интеллигенции. Гончаров пишет «Обрыв» как заключительную часть романной трилогии, поэтому в нем можно обнаружить знакомые типажи. К тому же он начинается с того, чем заканчивается обыкновенная история — с возвращения героя в родовое гнездо к своим корням. Писатель планирует еще одно произведение. В январе 1870 года он сообщает своему другу Анненкову. «Если станет сил, лучше для меня, разделавшись с обрывом, подумать хорошенько о чем-нибудь новом, то есть о романе же, если старость не помешает». Но этот план не осуществляется, потому что, по его мнению, творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни. А новая жизнь слишком нова, она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизменяется не по дням, а по часам. Нынешние герои не похожи на завтрашних и могут отражаться только в зеркале сатиры, легкого очерка, а не в больших эпических произведениях. Гончаров подводит итог. То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, то недоступно моему перу. Я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал. Словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало.